Эй, Оксана, привет! И всем привет, ребят! Сегодня хотелось поговорить на такую тему, как больницы в России. А именно, у меня в городе. В общем, я стою на таком учёте, так скажем, в Чернобыле. Тупо как-то сказал, соглашусь. В общем, я должен каждый год проходить чернобыльский медосмотр. Первое. То, что в больницах всё делается по блату. Если у тебя нету знакомых врачей, то давай жди своей очереди, сука. А так пропускаем всех, кто... Блять! Кто тут написал? В общем, была такая история. Сидел я, как обычно, на медосмотре своём. Ждал очередь. Пришёл специально пораньше, чтобы побыстрее всё сделать и свалить оттуда. В итоге я пошёл к педиатру, насколько я помню, по записи на 8 часов утра или на 9 утра. Вот я пришёл на 20 минут пораньше. Это была почти самая первая запись. Но что-то пошло. Где, блять, не видно. Но что-то пошло не так, в общем. Сначала я сидел, смирно ждал свою очередь. Прошёл первый человек по записи. Но, как делается у нас в клиниках, если ты не по записи, то проходи так. Один по записи, один не по записи. Это достаточно глупая вещь, потому что у каждого есть доступ, чтобы записаться к врачу на приём по времени, чтобы прийти к нужному времени. Да нихуя. Всё время приходят какие-то тётки. Я только спросить. Я только это. В итоге задерживаются на 20 минут. И вот. Очередь подходит уже ко мне. По записи. Разрешено пускать людей, родителей с детьми, у которых, например, острые боли совершенно. Либо ещё какая-то фигня. Так вот. Потом, как ушли вот эти уже две женщины с детьми достаточно взрослыми примерно, относительно примерно моего возраста. Врач куда-то уходит. В итоге очередь, конечно же, у нас замораживается. Приходит она только примерно через полчаса. И приводит с собой ещё какую-то женщину или подругу. И опять они там сидят о чём-то тупо разговаривают. Я когда постучался к ним в дверь и хотел спросить, когда уже примете, типа, меня, мне надо срочно идти на учёбу. Они сказали, ждите, типа, на этот, за дверью. Хотя они просто сидели, разговаривали. Ничего не было. Никаких бумаг, ничего абсолютно. Так вот, ладно, я ждал, ждал. В итоге она вышла. Заходит какая-то тётка без очереди с годовалым ребёнком. И потом только захожу я. В итоге приём у меня был не в 9 часов, или в 8, как надо было. А в 11. В итоге я посидел 3 часа просто так. Они вообще, им вообще пофиг на всех. Для них нету никаких указов, никаких правил. Им абсолютно похуй на всех. Главное пропустить своих людей без очереди. Видите ли. Как вы понимаете, мне не очень удобно тут сидеть, потому что микрофон у меня подключен к компьютеру через всю комнату. И подставки нету. Поэтому продолжим так. В российских поликлиниках всё очень в разнобой идёт. Абсолютно. Меня отправили сначала в один кабинет. Потом сказали поставить подпись в трёх вышеперечисленных мне кабинетах. В каком-то из них. В итоге все эти три кабинета были закрыты. Хотя мне точно сказали, что они должны быть. Никаких там перерывов, перекусов, ничего там у них не было. И просто я ходил по вот этому учреждению и думал, что мне теперь делать. Я заходил к своему педиатру. Она мне говорила, ну подожди ещё немного и всё будет в порядке. В итоге приходят опять тётки какие-то. Я сел, короче, около одного кабинета, где мне нужно было поставить подпись. В итоге я дождался. В итоге эту тётку, ну женщину, извиняюсь, врача, которая мне должна была поставить подпись. Захожу. Она мне говорит, что ставить подпись именно вот такого типа не в её кабинете. Я подумал, он такой, ага, окей, типа. И пошёл в другой кабинет. Потом меня отправили вообще в третий кабинет. Потому что, видите ли, что-то у них не так пошло. И в итоге я опять целый день простоял в этой странной больнице. А ещё меня раздражает вот это вот поколение постсоветское. Примерно вот советское, постсоветское. То, что вот там такие люди, знаете. Я, у меня же есть, в общем, у меня есть чёрные джинсы, насколько вы, ну если вы смотрели мои ролики, то вы знаете. Где у меня вот примерно вот посюда вот длина. И там вот щитовидная татуировка. Один раз я вот пришёл как к... На УЗИ щитовидной железы я пришёл. Сидел, ждал свою очередь. И как обычно всё в разнобой, ничего не понятно. Приходят... Ой, и вот всё время проходили женщины с какими-то, с детьми. У меня вот было видно наполовину татуировку получается. Они проходят и такие... Ой, покажите, пожалуйста, типа, чё за фигня, нафиг вы это сделали вообще, зачем, это же на всю жизнь. У меня это канал вечно молодой называется, эти сучки. Вот. Такие неуместные вопросы совершенно начали задавать глупые, которые мне... На которые мне совершенно не хотелось отвечать. Но есть и... Так скажем... Люди, к которым я хорошо отношусь, когда они вот так... Примерно вот так говорят, типа, на всю жизнь, там вся фигня. Тоже зашёл один раз сдавать кровь из вены, вот отсюда. И говорят, о, какая классная татуировка, там вся фигня, за сколько набил, там всё такое. Вот, примерно вот такие вот вопросы были. Потому что, типа, у меня, типа, сын тоже забивается. Вот на такие я отвечаю положительно, вот, вопросы. Но вот на то, что вот, а зачем ты это делаешь, там, блядь, а чё такое? Вообще, я совершенно не понимаю вот этих советских людей, которые всё время что-то спрашивают. Я им не родственник, я им не друг, вообще никто. Первый раз вижу. И ещё, отклоняюсь совершенно от темы уже, конечно, но... Прикольно вот, когда сидишь в очереди, и подбегают какие-то маленькие детки, и вот, типа, вот так смотрят. Типа, что это у тебя там? Ой, такая... Да не знаю, с такими улыбками потом бегут к маме и говоришь, а что это ты, типа, у дяденьки? Я говорю, какого дяденьки? Алё, я мальчик! Я в детскую больницу ходил тогда, в детскую. Это значит, что мне не было тогда 18 лет. Блин, я надеюсь, всё это херня записывалось сейчас, то, что я болтаю, потому что, ну, тут немного отсоединено было. Так, что ещё можно сказать? Ну, в общем-то, наверное, уже многое рассказал. Если вам тоже не нравятся вот эти вот... Если вам тоже не нравятся... Да загибал кошек! Отстаньте, по-моему, у микрофона. И если вам тоже не нравятся вот больницы, то расскажите, пожалуйста, почему. А так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok